Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. На грани Северная Корея испытала самую мощную в своей истории водородную бомбу. Как реагирует мировое сообщество? Железнодорожные риски. Аль-Каида угрожает Европе новыми терактами, что предпримут для защиты вокзалов. Каменец Подольская Республика. Рок, классика и джаз в ночной крепости. Это стоит попробовать. Очередная провокация КНДР. Северная Корея провела испытания водородной бомбы, самой мощной в своей истории. Мировые лидеры снова заговорили о полной изоляции Пхеньяна и угрозе новой мировой войны. Дмитрий Анопченко расскажет все подробности. Он в Вашингтоне. В 7.30 утра, когда Америка еще только посыпалась, в воскресенье все-таки, Дональд Трамп в Твиттере сообщил, Северная Корея провела крупные ядерные испытания и это враждебные и опасные для Соединенных Штатов действия. Еще в одном месседже американский президент уверяет, мол, Пхеньян нечего уговаривать. Они понимают только одно, имея в виду силу. Но пока что силу демонстрирует как раз КНДР. В очередной раз, вопреки всем призывам, Пхеньян испытал водородную бомбу, предназначенную для межконтинентальных баллистических ракет. Мощность до 50 килотонн. Приказ отдал лично Ким Чен Ын. В Пхеньяне сообщают, испытания были успешными. А сам диктатор заявил, все детали для производства бомб на 100% теперь делают в его стране. Правительство Японии и Южной Кореи созвали на экстренные заседания членов своих Советов Безопасности. Сеул настаивает, платой за очередные испытания должна стать полная изоляция Севера и будет требовать введения еще более жестких санкций. За усиление этих самых санкций уже высказались и Меркель, и Макрон, они по телефону говорили. И есть уже и реакция Евросоюза. Брюссель устами Федерико Маггерини называет испытания серьезной угрозой для международной безопасности. И требует от КНДР немедленно отказаться от разработки оружия. Что делать в этой ситуации будут решать и министры иностранных дел стран ЕС. Они на следующей неделе в Таллине соберутся. И Совбез ООН, который Маггерини призвала посовещаться еще раз. Но организовать Совет Безопасности ООН не проблема. Его хоть завтра могут созвать. Проблема принять новые и действенные решения. Не секрет, на прошлом заседании все обошлось лишь словами осуждения КНДР. И Россия, и Китай выступают против усиления санкций. В том числе против введения санкций самостоятельно, односторонне, Америкой. А санкции, по сути, были единственным действенным механизмом давления. И остается только военный путь. Как пишут американские СМИ, Южная Корея готова попросить у Штатов согласие на размещение на своей территории самого мощного стратегического оружия США. Японские военные обратились к своему правительству. Просят 8,5 миллиардов йен. Хотят создать лазерные установки. Ведь теми средствами ПВО, которыми они располагают, ракеты КНДР не перехватить. Все это, конечно, повысит уровень безопасности. Вот только Северную Корею от очередных испытаний никак не сдержит. И когда новость об очередной провокации КНДР появится в Твиттере Трампа? Увы, просто дело времени. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Аль-Каида угрожает Европе новыми терактами, на этот раз в зоне риска железной дороги. Какая страна может стать мишенью, насколько серьезна эта угроза и что предпринимают спецслужбы? Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Аль-Каида призывает своих сторонников организовывать взрывы или акты саботажа на железной дороге. Такая информация появилась на одном из исламистских интернет-сайтов. Конкретные страны в сообщении не называются. Угроза общая. Дескать, мишенью должны стать скоростные пассажирские поезда в Европе. В Германии эту новость восприняли очень серьезно. Силовики заявили, они не исключают, что взрывы могут прогреметь именно на немецкой железной дороге. Уже несколько лет вокзалы и пассажирские поезда спецслужбы считают крайне уязвимыми объектами, как, впрочем, и другие оживленные общественные места. Кстати, сейчас на немецких вокзалах тестируют камеры с программным обеспечением, которое поможет распознавать лица. Работает система таким образом. Камера сканирует лица пассажиров и сверяет их с базой подозреваемых в терроризме. Уже сейчас камеры снимают пассажиров и сохраняют эту информацию определенное время без идентификации личности. Новая техника позволит сразу отсортировать видео. Оно будет сохранено только в том случае, если система покажет, что человек находится в розыске. Пока что умные камеры только тестируют, но в будущем глава МВД планирует установить их на всех немецких вокзалах и в аэропортах. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. 54 миллиарда евро готов заплатить Лондон за Брекзит. Об этом сообщает издание Sunday Times. Британское правительство должно пополнять европейскую казну еще три года после выхода из ЕС. Только при таком условии Брюссель готов обсуждать торговое соглашение с Лондоном. Ранее Евросоюз требовал 100 миллиардов евро, но в Британии наотрез отказывались выплачивать такую сумму, из-за чего переговоры зашли в тупик. Следующий транш в размере 600 миллионов евро Европейский Союз выделит Украине в начале 2018 года. Об этом сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жаслин Гетон. По его словам, Евросоюз ждет, что к тому времени Киев выполнит все требования по траншу. В частности, снимет запрет на экспорт леса Кругляка и нормализует социальные выплаты переселенцам. Помогите восстановить потерянный паспорт. С такой просьбой и шуткой, по-видимому, Петр Порошенко сегодня протестировал работу нового регионального центра админуслуг в Харькове. Но девушка за стойкой не растерялась, сразу уточнила, какой именно паспорт потерял президент и рассказала, как вернуть себе документ. На досрочные парламентские выборы готовы пойти, или, скорее всего, пойдут две трети украинцев. Таковы данные опроса, проведенного Центром социсследований «София». Что касается партий, попадающих в Верховную Раду, то их семь. Более 11% опрошенных отдали бы свои голоса за Батькивщину, более 10% за оппозиционный блок. Тройку лидеров замыкает блок Петра Порошенко, чуть больше 9,5%. Опрос провели в период с 6 по 12 августа во всех областях, кроме неконтролируемых территорий и аннексированного Крыма. Участвовали в нем более 1200 человек. Погрешность около 3%. Сегодня боевики около 20 раз атаковали позиции украинских военных в зоне АТО. Об этом сообщают в пресс-центре штаба. По опорным пунктам ВСО стреляли из минометов, пулеметов, стрелкового оружия. Наши ответный огонь не открывали, согласно минским договоренностям и так называемому «школьному перемирию». Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Противник здесь буквально выжигал украинские позиции. Вот видно проплешины, где горела буквально земля. Огонь удалось, слава богу, остановить. В темное время суток автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Другое стрелковое вооружение. Так оккупанты придерживаются школьного перемирия. Но бойцы на фронте считают, что это фактически тишина. Этой ночью позиции украинских военных на Донецком направлении несколько раз обстреливали из гранатометов и пулеметов. Какие-либо провокации, стрелковое оружие из АГСов, гранатометов, пулеметов. Поэтому я думаю, что перемирие долго не продлится, но мы готовы дать противнику отпор. Агрессивно уважается. Уважается со 120, мины 80. Вот это уважается. Еще обстрелы. А так, как стрелку тняться. Пока идет, так сказать, мнимое перемирие, работники Авдеевского Коксахима восстанавливают провода высоковольтной линии электропередач после многочисленных обстрелов. Они, как здесь говорят, распушены, то есть повреждена оболочка кабеля. Осколок цепляет провод и не перебивает до конца, а получается как бы стальная середина висит, а алюминий получается распушенный. Вот он сейчас обмотает. Устранили повреждения, едем дальше работать. Как вам школьное перемирие? Чувствуется? Чувствуется, конечно. В чем? Меньше стреляют. Главное. Конечно, пройдет, припустите полога. В Авдеевке безопаснее будет со светом. В то же время в промзоне и на шахте Бутовка несколько раз стреляли сегодня днем. На Мариупольском направлении обстрелы из гранатометов по защитникам Водянова, Талаковки и Гнутова. Это тут уже не считается опасностью, но морпехи на чеку на неделю проводили учения. 60 километров бегом в прибрежном песке с полной выкладкой. На виду у отдыхающих на прифронтовой территории. Такие учения нужны для того, чтобы захватывать дух морпеха, физическую форму, для того, чтобы в дальнейшем умело показывать и выдерживать условия боевых действий. Ну ничего. Тяжело, очень легко в бою. Нормально. Межморская пехота Украины. Нам легко. За неделю не погиб ни один украинский боец. Громко, с обстрелами, школьное перемирие продолжается. Германия готова возобновить диалог с Россией, но при условии выполнения минских соглашений. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель. По ее словам, стабильности в Европе можно достичь только вместе с Россией, поэтому даже несмотря на конфликты, связанные с Украиной, отказываться от контактов с Москвой не стоит, отметила канцлер. Но интенсивные переговоры могут начаться только после реализации минских договоренностей. С точки зрения европейской политики безопасности и обороны, мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов с Россией. Это подразумевает также реализацию минских соглашений. Если это удастся, тогда мы сможем снова вести более активные и интенсивные переговоры. Глава МВД Асановаков скрывает свои доходы и не платит налоги. Об этом во время своего визита в Луганскую и Донецкую области заявил народный депутат, лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Он также сообщил, что от имени СПУ и социал-демократов обратился в контролирующие органы с просьбой детально проверить декларацию главы МВД. Я в чергове обратился к Национальному антикорупционному бюро, к прокуратуре, к НЗК, заимогой проверить зарплату податков АВАКовым, министром внутренних справ Украины, от низки операций, в частности, продажа рухомого и нерухомого майна. За моей информацией, все перелеченные факты являются основой для освободления АВАКова с посады министра внутренних справ. Как минимум, отстанавливание его с посады министра внутренних справ на час расследования. Нет граффити, нет магазинов. В столице, на улице Грушевского, несколько человек разгромили вход в магазин мебели, разбили стекла, забросали яйцами, разрисовали фасад надписями и даже жгли шины. Причиной стало исчезновение патриотического граффити, которое нанесли во время революции достоинства. Ранее директор этого магазина назвал их типичным стрит-артом, который время от времени удаляют коммунальные службы. На это отреагировал вице-премьер Вячеслав Кириленко. В соцсетях он написал, что эти рисунки – часть экспозиции музея Майдана, и за их уничтожение предусмотрена уголовная ответственность. А уже ближе к вечеру киевские художники заявили, что восстановят эти рисунки. Контрабандную партию наркотиков изъяли пограничники на украинско-польской границе. Через пункт пропуска Рава Русская четверо граждан Молдовы пытались перевезти почти 60 килограммов гашиша, спрессованного в брикеты. Это 143 пачки. Наркотики переправляли из Польши в Украину в кузове автомобиля. Контрабанду пограничники обнаружили во время дополнительного осмотра. Машину изъяли, а нелегальный груз конфисковали. Эвакуатор «Мерседес», который перевозил авто такой же марки «Мерседес» после ДТП. В ходе огляда прокурдонники выявили патиленовый пакет с прессованной речью, виной коричневого колера. Наркотичная речовина была захована в конструктивных воруженных автомобилях, а именно в крылах, порогах, подкрыльниках, а также в сиденьях авто. Уличные беспорядки в Одессе. Активисты разгромили стройку, которую начали возле памятника архитектуры так называемого «дома с одной стеной». Удалось ли полиции повлиять на ситуацию, знает Андрей Анастасов. Дом с одной стеной в двух шагах от памятника Дюку. Он построен таким образом, что под определенным углом создается визуальный эффект, будто здание плоское. Этот оптический обман любят наблюдать туристы. Достопримечательность входит практически во все экскурсионные программы. Говорят, что в Амстердаме очень много таких домов, но то у Амстердама это Одесса. И тем не менее, все-таки некоторые люди не ценят и начинают застраивать эту великолепную стену. Вот так эта часть переулка выглядела десятилетиями. Но несколько лет назад соседнее строение выкупили и начали реконструкцию. Одесситы возмутились. Из-за строительства исчезнет эффект дома стены. Застройщики тогда ответили, мнение горожан учли и проект переделали. Он предполагает полностью углубление вовнутрь двора, таким образом, чтобы с видовой точки абсолютно не терялся визуальный эффект дома стены, чтобы он сохранился. Правда, активистов это не убедило. Сегодня сюда пришли представители сразу нескольких организаций с ломами и кувалдами. Общественники считают, стройка ведется незаконно, а местные чиновники все это покрывают. У нас вкладывается впечатление, что они либо проявляют преступную какую-то халатность, или они абсолютно цинично берут деньги. Активисты поодиночке прорываются на стройку, начинают рушить конструкцию. Другие штурмуют ворота, прорывая полицейский кордон. И так несколько раз. Правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ. В итоге обошлось безрукопашно. И двое активистов, и один полицейский получили незначительные травмы. Которое полиции приняло решение не вдаваться до радикальных жестких действий, потому что это могло бы привести до согласования, до великой количества посторожителей. А вот самой стройке досталась часть второго этажа. Протестующие практически полностью разобрали. Полиция открыла уголовное производство по статьям хулиганства и уничтожения чужого имущества. А стороны конфликта, как ожидается, на днях все же сядут за стол переговоров. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Ночь, крепость музыка. В Каменец-Подольском зажигает один из самых мощных музыкальных и стрит-арт-фестивалей. Что будет, если смешать рок, классику, джаз и поэзию? Давайте посмотрим. Самый ожидаемый музыкальный фестиваль Украины «Республика» с размахом стартовал в Каменец-Подольском. На три дня крепость 16 века превратилась в огромную сцену. У нас лучшие украинские артисты, которые некоторые даже очень редко выступают. В соответствии, лайнап у нас уникальный. Про локацию, наверное, не будет очень много говорить, потому что вы и так знаете, что у нас она, наверное, лучшая из всех фестивалей Украины. Рок, электроника, джаз, классика, поэзия. На фестивале музыка звучит отовсюду. Работают сразу четыре сцены. За три дня здесь выступят 60 исполнителей. Кроме уже известных групп ждут и новичков. Это к своему дебюту готовятся молодые музыканты. Music Factory – уникальный проект, который объединил украинских и немецких исполнителей. Несколько недель они готовили свой репертуар для фестиваля. Вперше поединялись украинские и немецкие музыканты вместе. И они создали свой родный и уникальный общий проект, в котором поединялися очень разные жанры, стили и направления. Силь этого проекта, чтобы люди не знали один одного. Возле сцен – палаточный городок. Здесь самые заядлые меломаны проводят по несколько дней. Юля из Белой Церкви готова жить без удобств, лишь бы услышать любимых исполнителей. Это классно, потому что молодость создана для того, чтобы ездить, подороживать. На фестивале в этом году рекордное количество гостей – около 10 тысяч. Отпрашивались. Последний день не потратила на дорогу, но приехала. Республика – не только музыкальный фестиваль, говорят организаторы. Это еще и арт-ивент. Ежегодно во время этого массового праздничного разукрашивают местные многоэтажки. Результат творчества можно увидеть в Google Street Art Project. За 7 лет мы сделали 50 муралей в одном маленьком городе. Этот год у нас попросили утворить рисунок на детском саду и на роддоме. Завершится фестиваль сегодня далеко за полночь. Еще больше драйва, креатива и музыки обещают организаторы фестиваля в следующем году. Уже даже ищут другие города и локации, чтобы новая республика получила новое звучание. Ольга Палмарюк и Горига. Подробности телеканал Интерн. Хмельницкая область. Непогода фестивалю не помешала, хотя в госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что на западную часть Украины движется атмосферный фронт. Ожидаются ливни, грозы, сильные порывы ветра. По прогнозам, в Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях поднимется уровень воды в реках. А в Закарпатской области уже объявили штормовое предупреждение. Как снять фильм на голом энтузиазме? Ответ знают в Запорожье. Местные активисты создали короткометражку «Без единой копейки». Что получилось, расскажут мои коллеги. На днепровских порогах, где Днепро разделяется островом Хортица на два русла, есть плавни. Плавни. Эту драматическую короткометражку сняли по мотивам славянской мифологии. Герои картины, молодые люди, слишком дорого заплатили за то, что нарушили народные традиции. Отправились купаться на реку в русальную неделю, которая предшествует троице. Это очень небезопасно. А мне не страшно. Меня Дмитро врятует. Он сильный, смелый и никого не боится. А уже ж. Я бы попробовал споймать русал. Ага, споймаешь. Скорее ж она тебя споймает, чем ты ее. Сценарист, режиссер и оператор картины Александр Квачко. По образованию повар. Работает кассиром в супермаркете. Но в душе, говорит юноша, художник. Когда стал снимать фильм, понял, кинематограф – дело нелегкое. Даже когда кажется, что ты уже полностью прописал все до мелочей, весь план придумал. Но когда ты начинаешь, вы приезжаете, ты начинаешь этим всем заниматься, то вообще все гораздо сложнее. Съемочная площадка и стал остров Хортица. Но больше всего времени актеры-любители провели в воде вместе с русалками и водяными. Ужас изображать было несложно, потому что это кадры, которые попадали в фильм, это обычно уже кадры, которые получились с дубля 20-го. И уже на 20-м дубле уже холодно. То есть ты уже автоматически дрожишь, уже лицо бледное само по себе. Чтобы снять ленту, режиссеру-любителю понадобилось несколько месяцев. После того, как мы целый день снимали, отмучились, приехали домой, все, слава богу, все расслабились. А я пересматриваю видео и понимаю, что это не то. И я им всем пишу, ребята, завтра надо опять все то же самое. Свою дебютную короткометражку начинающий кинематографист отправил на несколько украинских кинофестивалей. Признается, если картина получит одобрение критиков, будет работать дальше. Нам нужен наш собственный украинский кинематограф на украинском языке с украинскими актерами и об Украине. Трейлер фильма уже набирает популярность в соцсетях. Богдан Гребицкий, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Украинский боксер Александр Хижняк получил титул чемпиона мира среди любителей. В финальном поединке в весовой категории до 75 килограммов наш чемпион сразился с казахом Абельханом Аманкулом. Украинец победил противника по очкам. Это не первая победа Хижняка на международном уровне. Ранее он выиграл чемпионат Европы. С октября в Украине должны повыситься пенсии, учитывая новый уровень минимальной зарплаты, хотя средний показатель выплат до сих пор оставляет желать лучшего. Большинство из 12 миллионов пенсионеров едва сводят концы с концами. Старики выживают за счет детей и помощи благотворительных организаций. Людмиле 61. Уже 25 лет она страдает диабетом. В прошлом году оступилась в поезде. Ослабевшая от болезни кость в миг сломалась. В скорой сразу наложили гипс. Однако из-за диабета, чтобы спасти руку, потребовалась дорогостоящая операция. Сказали мне 12 тысяч. Это минимум 12 тысяч. Это мне поставят пластину 7 тысяч платить за то, что я ее сниму. А мне пенсия полторы тысячи. Помогли в благотворительном фонде. Возрождение. Они первые сразу откликнулись и сказали, что все, что надо, будет. Все мы оплатим. Людмиле оплатили операцию и полный курс реабилитации. Она проходит его до сих пор. Сейчас рука абсолютно здорова. Я очень благодарна и нашему фонду. Всегда, вот, когда приходит помощь, вот всегда они первые. Всегда они первые. Поэтому, благодаря возвращению я здоров. Видите, у меня же рука и сюда, и туда, и как хочешь, и вот так даже могу крутить. Хотя вообще, ну, ну, можете себе представить, вот так отвалилась рука. В жизнь киевлянки Евгении три года назад пришел еще более страшный диагноз. Рак второй степени. Диагноз не подставили изначально. Рак кишечника. Из-за страшных болей женщина не могла ни есть, ни пить. Готовилась уже к худшему. Всю жизнь проработавшая медиком Евгения оказалась бессильна перед болезнью и стоимостью лечения. Доктора назвали сумму в 50 тысяч гривен. А таких денег у одинокой женщины попросту не было. Я обратилась в нашу церковь, к пастору Владимиру Мунчану, и написала, что я нуждаюсь в церкви с самого первого дня, и я нуждаюсь в вашей помощи. И он говорит, нет проблем. Приехали мы ко мне машины и дали мне оставшиеся деньги. Это спасло ей жизнь. Операцию сделали с тех пор, прошло уже три года. Я очень благодарна Владимиру Мунчану, иначе я бы не жила. Под опекой фонда несколько тысяч стариков, говорит глава фонда возрождения Владимир Мунчан. Кроме операций помогают продуктами и лекарствами. Пенсия очень маленькая, продукты питания очень дорогие, лекарства очень дорогие, квартплата дорожает и дорожает. Пожилой человек, к примеру, дедушка или бабушка, они оставлены просто, буквально оставлены на существование. И если у нее болит голова, поднялось давление, сердечный приступ, у нее даже нет денег пойти купить себе корвалол. Просто нет денег. Каждый месяц минимум 375 тысяч гривен мы выделим только на продукты. Плюс к этому это операции, это лекарства. И наша задача быть ответом для пожилых людей, потому что то, что мы видим, насколько это важно сегодня. И для многих из них это последняя надежда. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Трое членов экипажа МКС успешно вернулись на землю, а в Германии провели массовые эвакуации за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом и не только в нашем обзоре. Внимание всего мира приковано к Венеции. Там проходит 74-й кинофестиваль. Самые ожидаемые гости Джордж и Амаль Клуни приехали, чтобы представить новую сатирическую комедию «Субрубекон». Фильм снят по сценарию «Братьев Коэн», написанному 30 лет назад. Действия проходят в вымышленном американском городке в 50-е годы 20-го века, когда общество было одержимо идеей сделать Америку снова великой. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Дэймон и Джулиан Амур. По словам Клуни, фильм о том, как американцы смирились, что не могут решить проблему расовой дискриминации. По его мнению, этот вопрос актуален и сегодня. Во Франкфурте крупнейшая в истории современной Германии эвакуация. Бомбу Второй мировой войны нашли во время строительных работ в университете Гёте. Свои дома уже покинули около 70 тысяч горожан. Пациентов в больнице пожилых людей начали вывозить накануне. Чтобы ситуацией не воспользовались грабители, полиция усилила патрулирование. В районе спецоперации дежурят более тысячи сотрудников экстренных служб. Вечером пройдет операция по обезвреживанию огромной авиабомбы. Планируют, что уже к ночи люди смогут вернуться домой. Роботы-сказочники. В скором времени диснеевские игрушки смогут сами выбирать, какую сказку рассказывать ребенку на ночь. И даже сочинять истории. Ученые из Массачусетского университета совместно с компанией Дисней доказали, что искусственный интеллект способен распознать среди множества текстов те, которые больше всего нравятся. А это значит, что в будущем игрушки-роботы будут выбирать сказки, которые вызывают у детей наибольший эмоциональный отклик. В Японии официально объявили о помолке принцессы Мака с простолюдином. Внучка императора Акихита выйдет замуж за однокурсника Кея Камура. Влюбленные познакомились, когда учились в Международном христианском университете в Токио. Точно известно, после свадьбы принцесса лишится титула. Впрочем, императорская семья одобрила ее выбор. Мака и Кея Камура проведут традиционный обмен подарками, а затем семья жениха передаст семье невесты свои предложения относительно свадьбы. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok